ТАЙЛАНД 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 Страна улыбок. Я бы могла показать ее вот так. Ну или вот так. Ну а покажу я вам ТАЙЛАНД таким, каким его увидела. Разным. Это и буддистские храмы, затерянные в джунглях. И бесстрашные укротители змей. И жареное мороженое. И килограммы морепродуктов. И, конечно, удивительные закаты на бесконечных пляжах с белым песком. Мы остановились на острове Пхукет. Сами тайцы называют его Пукет. Не выговаривают сложное сочетание букв. Так же, как и острова Пхи-Пхи в исполнении носителей языка звучат как Пи-Пи. Но об этом знаменитом архипелаге в другом ролике. А пока прогуляемся в окрестностях пляжа Ката. Вот так выглядит пляж Ката. Достаточно уютное место. С одной стороны зеленые деревья, с другой стороны, чтобы вы подумали, конечно, море. Песочек. Море здесь неглубокое. Детям очень хорошо купаться. А взрослым придется набраться терпения, чтобы дойти, наверное, сотню метров до глубины. Пляж Ката в тройке самых популярных на Пхукете. Он широкий и протяженный. Полтора километра вдоль моря. Светлый песок плавно уходит в бирюзовую воду. Отдыхающих много, но не настолько, чтобы пришлось долго искать место для своего полотенца. На пляже практически нет шезлонгов и зонтиков. Можно взять с собой свое полотенце или купить такую циновочку, покрывало, что угодно, на чем вы хотите лежать. Почему нет зонтиков и шезлонгов? В 2014 году в Таиланде приняли решение восстановить идиллические пляжи. С песка убрали все. Кафе, массажные салоны, какие-то магазинчики. Запретили курить, есть, распивать алкоголь. Естественно, не все туристы едут на Пхукет за идиллическим отдыхом. Компромисс нашелся. Договорились выделить специальные зоны, 10% пляжа, где разрешены зонтики, матрасы, напитки, закуски и массаж. Инвентарь можно взять в аренду за 200 бат в день, а можно установить и свой собственный. Шезлонги, кресла продажи еды и курения под запретом даже на этих островках антиидиллии. Конечно, все равно находятся нарушители. Но кто из туристов читает законы, когда едет отдыхать? В жару хочется прилечь где-нибудь под деревом в тени, но нужно смотреть, под каким деревом выбираешь место. Вот, например, под пальмой я бы не советовала. На самом пляже Ката нет переодевалок или туалетов, но если с туалетами проще, можно найти их в каких-то соседних кафешках, где они даже вынесены за территориями, можно воспользоваться бесплатно, а вот с душем сложнее. Но есть такие платные участки, оазис, чистоты. Здесь душ стоит 20 бат, а туалетом можно воспользоваться за 10 бат. Столица пляжей Пхукета, конечно, Патонг. Он расположен в центральной части западного побережья. Мы туда не ездили, поэтому видео все с той же Каты. А Патонг – это эпицентры вечеринок, клубов, борделей, шоу-трансвеститов и салонов, где тайский массаж включает продолжение. Спокойствия, уединения и нетронутых цивилизаций уголков там просто нет. Зато есть бюджетные гостиницы, гестхаусы, а также большое количество мусора и не самое чистое море, как говорят. Тусить едут туда, но мы с мужем планировали отдыхать, поэтому выбрали Кату. Вдоль всей линии пляжа вот там идет такая аллея, по которой довольно приятно гулять. Это гораздо приятнее, чем по городским улицам, на которых совершенно нет тротуаров. Ката – это пляж и своеобразный поселок вокруг него из гостиниц, ресторанов и магазинов. Ночной жизни, как считается, практически нет, в стереотипном понимании. Но рестораны, кафе и бары работают допоздна или даже круглосуточно, как и некоторые массажные салоны. А если весь день вы пробудете на пляже, то ночью единственное, чем захотите заниматься – это намазаться сметаной. Мы купались здесь в 8 часов утра, и людей было гораздо меньше. Сейчас 2 часа дня, просто пик жары. В это время даже в дождь нельзя выходить на улицу, можно обгореть. На пляже людей полной. Не буду сильно умничать и занудствовать, но обязана напомнить. Таиланд – это тропики, а от Пхукета до экватора где-то 800 километров. В солнцезащитные крема даже с максимальной степенью СПФ, но просто детский лепет перед ультрафиолетом. Мы же прошли практически весь пляж Ката с юга на север. И сейчас углубимся в дебри нашего туристического поселка. Вот так выглядит что-то вроде местного рынка. Здесь рыба, фрукты, все могут приготовить сразу же. Можно здесь же сесть поесть такой вот постпут местный. Все это в двух шагах от пляжа в северной его части. Рынок мне показался грязненьким, но народ, судя по всему, это не смущало. Наверное, уже проверили и обошлось без последствий. Продают еду, жарят морепродукты в разных районах поселка. Самый крутой рынок – это тот, который приезжает два раза в неделю, в понедельник и в четверг. Он разворачивается рядом с отелем «Шуга Марина Сёрф». К сожалению, у нас с собой не было ни фотоаппарата, ни даже телефона. Но поверьте, это самое колоритное, что я видела на Кате. Там все жарят, парят, из бульонов торчат куриные лапки. Очень интересно! Ну и фрукты дешевле. А мы обнаружили более приличный на вид фудкорт в том же райончике, но только под крышей, и работает он постоянно. Тоже что-то похожее на рынок, на фастфуд, но как-то более прилично все выглядит. Хотя продавец вполне может стоять за прилавком в фартуке на голое тело. Конечно, нам, жителям европейской части континента, нужно время, чтобы привыкнуть ко всем этим азиатским особенностям. Вот, например, речка. Ну, в нашем понимании, снимать номер в гостинице поблизости – это здорово. Здесь, конечно, природа просто теплица. Все такое пышущее зеленью, все растет. Но в Таиланде будьте осторожнее с подобными водоемами. Реки, конечно, не самое лучшее, что есть в этой стране. Запах не сказать, что сильный, но чувствуется. Многим, кто живет в северной части пляжа Ката, каждый день приходится ходить на пляж вдоль этой речки. Если честно, я бы лучше подобрала что-то на юге. К счастью, пляж Ката достаточно большой. Например, от нашего отеля эта речка очень далеко. Мы практически, наверное, здесь и не оказались бы, если бы не решили прогуляться и выяснить, что же представляют из себя окрестности. Вообще, гулять по этому поселку – не самое приятное развлечение. Что же там за забором? А за забором – свалка. Здесь свалка хотя бы за забором, а кое-где мусор прямо на пешеходной дорожке разлагается. Да, к Азии надо все-таки как-то так подготовиться, морально настроиться. Тротуары узкие и заняты торговцами. За ручку точно не погуляешь. Кажется, вокруг сплошной хаос. Первые дни вообще немного даже пугало. Но потом, конечно, привыкаешь и находишь свои маршруты. Да уж, провода здесь просто невозможно не заметить, потому что они висят низко. Можно зацепиться головой в некоторых местах. Жужжат периодически. Наш гид сказал, что здесь не принято убирать старые линии электропередачи. На те же опоры вешают новые, плюс в землю не убирают, потому что термиты, оказывается, их могут быстро съесть. Не знаю, насколько это правдивая информация, но вот все последствия всего этого над головой. Но ощущение хаоса на улицах возникает не только из-за проводов и торговли. Местный трафик – вот что самое страшное. На острове невероятно популярен мопед. На двухколесных гоняют тайцы, мужчины, женщины. Я даже школьников видела. Их же берут в аренду и туристы. Движение левостороннее. Правила по ситуации. Другими словами, их как будто нет. Никто никого не пропускает. Все друг друга подрезают. Перестраиваются, как в голову взбредет. Общественный транспорт развит плохо. Туристы, которым не хочется за руль, в основном берут тук-туки. Это такие открытые шестиместные такси. Есть даже розовые для настоящих барби, наверное. Правда, переезд минут 10 до соседнего пляжа Корон или 20 до Патонга обойдется в 350 бат. А машина такси – вообще 600. Это очень дорого. Сэкономить можно, если собраться несколькими компаниями. Бюджетный вариант – местные автобусы. 35 бат куда угодно в рамках маршрута. Стартуют от отеля со слониками в южной части Каты по расписанию. Привычного нам понятия остановка нет. Нормозят по требованию. Где угодно по пути могут забрать пассажира. Так что размахивать руками на дороге – это нормально. Если вы соберетесь отдыхать в районе пляжа Ката, обязательно запомните вот это место со слониками. Это такой перекресточек и, естественно, гостиница. По левую сторону от меня, там, напротив, на этой улице, останавливается тук-тук, который идет до пляжа Карона, а также оттуда можно уехать в Кукеттаун. А если уйти левее по улице, на которой стоит гостиница, то там будут ресторанчики, всякие морские. А первый поворот направо – еще одна тихая, приятная улочка с ресторанчиками. Очень милая и достаточно спокойная улица. Просто редкость какая-то. Тут мы и выберем местечко для дегустации местных уловов. Но сначала нужны деньги. Обменные пункты работают допоздна. И вечером курс даже чуть-чуть лучше. Правда, надо иметь в виду, что для купюр разного достоинства он отличается. Выгоднее всего менять 50 и 100 долларовые. А вот за мелочь дадут меньше бат. Самый плохой курс в аэропорту. Так что не спешите оставлять все там. Ну а тем временем витрины просто ломятся от лежащих во льду крабов, лобстеров, креветок, рыбы. Ждут нас голодных и ненасытных. Вечер. Вот когда начинается праздник всяких морских гадов и морепродуктов, как мы их называем. Все рестораны выкладывают свежие уловы и готовят их тут же, рядом просто со столиками. Супер! Цены разные, но продавцы охотно делают скидки. Выгоднее покупать сразу много. Почти во всех ресторанах есть так называемые корзины. Решив устроить праздничный ужин, мы с мужем выбрали сет с лобстером, крабом, креветками, мидиями, кальмаром и рыбой. Стоило такое разнообразие деликатесов 2000 бат. Подробнее о разных заведениях и ценах читайте на моем сайте house.tv.rf в рубрике по ресторанам. Сейчас вы на экране видите адрес сайта. Там будут и отзывы, и чеки, а повар уже принялся разделывать наш улов и отправлять будущий ужин на решетку. Вот что нужно кушать вечерами. Все было очень, очень вкусно. Просто таяло во рту рыба в травах, нежный лобстер и мидии. Вроде бы приготовить мидии ничего особенного, но они были так хороши. Показалось, что еды стало даже больше, чем изначально лежало в корзине. Ее вполне хватит на компанию из четырех человек. И к тому же вечером почти во всех ресторанах для посетителей работает бесплатный салат-бар. Свежие овощи, фрукты, соусы и даже бульон без ограничений. Ну, голодными в Таиланде точно не оставят. В Таиланде готовят очень необычное мороженое. Его называют жареным мороженым. Ну, конечно, это больше такой метафоричный образ. Попробуем, что же из себя оно представляет. Драконий глаз. Так называется фрукт, который будет наполнять мое мороженое. Жарят мороженое тайцы на такой ледяной сковороде. На диск выливают молочную смесь вместе с фруктами. Пурпурные дольки моментально окрасили будущий десерт. Цвет очень красивый. Надеюсь, что это будет еще и вкусно. Я очень внимательно следила за процессом. Ничего, кроме первоначальных ингредиентов, в мороженое не досыпали. Ловкими движениями кондитер сформировал молочно-фруктовые рожки. И получился такой красивый десерт. Розовая башенка. Ну что, надо пробовать. Это очень вкусно. Ката не типичный поселок. Это лишь гостиницы, рестораны, массажные салоны и магазины для туристов. Но даже в этом месте чувствуется Таиланд. Я имею в виду культуру страны. Например, повсюду заметны очень красивые домики для духов. Где-то они больше, где-то меньше, но обязательно возле каждого кафе, небольшой лавки или даже стойки с экскурсиями владелец поставит изящное сооружение. Даже на пляже есть свой домик духов. Домики убирают, за ними ухаживают. Духом приносят цветы, сладости, рис. Зажигают для них ароматные благовония. У каждого духа должен быть свой домик, уверены тайцы. Иначе обитатель тонкоматериального мира придет в комнаты к человеку, а там муж обязательно начнет вредничать и проказничать. Может быть поэтому домики для духов часто выглядят даже гораздо симпатичнее, чем жилища тех, кто их установил. Невозможно не заметить и такие огромные портреты. К оккультизму они отношения не имеют. Изображение короля Пхумипона Адульядета появилось на улицах Таиланда после его смерти 12 октября 2016 года. Правитель был у власти почти 70 лет. В Таиланде очень любили своего короля и после его смерти объявили траур на целый год. Сейчас возле большинства отелей во многих местах, городах стоят его портреты, цветы, украшенные лентами. Если говорить о тайской культуре, то конечно нельзя молчать про массаж. И тайский массаж не связан ни с чем эротическим. Это способ оздоровительной терапии за счет точечного воздействия и своеобразная такая пассивная гимнастика для мышц. Вас будут мять, крутить, по вам могут ходить, так что лучше идти на голодный желудок. Будьте готовы. Никакого релакса. Зато точно взбодритесь. Это стоит попробовать, ну просто обязательно. Массажных салонов очень много. На каждом шагу, в каждой гостинице, на традиционный тайский массаж цены везде примерно одинаковые. 300 бат. Так что выбирайте то, что понравится. Важно, чтобы у салона был сертификат. Цифра рядом с печатью обозначает количество часов, которые мастер потратил на обучение. По-хорошему, это не меньше 150 часов. Если мастер профессионал, то ничего после тайского массажа болеть не будет, что бы там ни происходило. Проверено на себе. Мы свой салон нашли напротив все того же отеля со слониками. А на море тем временем шторм. Волны появились после землетрясения на Суматре. С каждым днем они становились больше и опаснее. Но, к счастью, серьезных последствий цунами или разрушений в Таиланде в тот момент не было. Хотя на Пхукете толчки ощущались. Мы так весело и интересно выкупаемся. Все примерно на одной линии. Все пытаются подпрыгать на волнах, потому что плавать не получается. Купание в море на несколько дней превратилось в хороший фитнес. Прыжки на волнах, бег от них. В общем, везет нам с погодой и всяческими природными катаклизмами. Волны где-то полтора-два метра. Это продолжается уже шестой день. И, видимо, наш отпуск закончится раньше, чем этот шторм у берега пляжа Ката. Вообще, в начале зимы на Кате обычно более-менее спокойно. В этом мы убедились в первые дни отпуска. Абсолютный штиль. Ну, а землетрясения, наверное, от сезона как-то не зависят. В Таиланде часто вспоминают 2004 год. 26 декабря в пик сезона южное побережье накрыло цунами. Гигантская волна поднялась после мощного землетрясения в Индийском океане. Эпицентр был недалеко от той же Суматры. Километры суши, Пхукет, Краби, Пхипхи превратились в руины. Погибли около 9 тысяч человек. Конечно, среди них оказалось немало туристов. Очевидцы вспоминают трагедии, предшествовал сильный отлип. Все поспешили как будто бы догонять море, собирать ракушки. Но вдруг появились огромные волны. Они достигали 10-15 метров. На спасение было не больше двух минут. И после того, одного из самых серьезных стихийных бедствий в Таиланде озаботились не только возобновлением туристической инфраструктуры. Пишут, что правительство вместе с американскими экспертами установило глубоководную систему, которая позволяет прогнозировать цунами. А также пляжи оборудовали громкоговорителями и разработали план эвакуации. Но, к счастью, нам не довелось проверять, работает ли это все. А пляж Ката, кстати, даже не перекрывали. Можно было купаться, но, правда, на ограниченном участке под наблюдением спасателей. А вот на соседнем пляже Ката Ной стояли красные флажки. Залезать в воду запрещено. Ката Ной меньше и защищен с обеих сторон скалистыми выступами, но волны там поднимались выше, чем на Кате. Обращаюсь сейчас к бесстрашным любителям авось и расскажу еще об обратных течениях. Они возникают часто у побережья Андаманского моря. Это когда вас затягивает на глубину практически от берега. Так что игнорировать флажки действительно опасно. Пока море штормило, у меня было время узнать для вас много полезной информации. Например, где купить зубную пасту, печенье к чаю или бутылированную воду. На Кате работают десятки супермаркетов. Самые популярные и лояльные по ценам это Family Mart и 7-11. Они круглосуточные. Там продают продукты, косметику и даже готовую еду. Вариант обеда. Конечно, в Таиланде никуда без риса. Это здесь как хлеб. Едят его совсем. Вот удобно упаковали сразу с ложечкой. А еще супермаркеты можно использовать, чтобы охладиться. В районе пляжа Ката есть не только маленькие круглосуточные супермаркеты, но и вот такие огромные настоящие супер-супермаркеты. Здесь есть все. Есть какие-то готовые продукты, есть те же фрукты, овощи. В принципе, можно сэкономить, купить что-то и попробовать приготовить самим. Мешок кокосов не желаете? В такой магазин надо идти уже с большой тележкой. А на нас 25 бат. Чуть-чуть дороже, чем помыться в душе возле пляжа. Фрукты дешевле, чем на рынке, хотя они, понятно, вкуснее ли. А вот по поводу еды не знаю, есть ли смысл покупать ее в супермаркетах. Тайская лапша или рис в кафе стоит достаточно дешево и с морепродуктами. Ну и вообще ресторанов много. Мне кажется, в отпуске не стоит перебиваться бутербродами. В районе Ката-Бич есть рестораны абсолютно любые. Конечно же, тайская кухня. Здесь есть даже русская кухня, где продают окрошку. Итальянские, китайские бургеры. Вот греческий даже ресторан. Из блюд тайской кухни обязательно стоит попробовать супы том-ям и том-кха. Второй мне понравился даже больше. Они остренькие, однако ноу-спайси будет совсем не то. Если боитесь перца, заказывайте рис или лапшу. В районе пляжа Ката почти везде они подаются соусом, который идет отдельно. Салат из зеленой папайи, на мой взгляд, тоже заслуживает внимания. И, конечно, фрукты, фрукты, фрукты! А вот из алкоголя нам советовали тайский ром с ансом и пиво чанг, которые со слоником на бутылочке. По поводу ресторанов небольшой нюанс. В Таиланде принято оставлять чаевые, но только не монетки. Дело в том, что монетку кладут в рот во время кремации. Поэтому такое вознаграждение, оно может обидеть вашего официанта. Смело забирайте мелочи, оставляйте бумажную. 20 бат или 50, если все очень понравилось. Ёлка! Наверное, ради этого стоило приехать сюда в декабре. Ёлка рядом с пальмами и под тропическим солнцем – это нечто! Ёлочка, ёлка, лесной аромат, Очень ей нужен красивый наряд. Ёлочка, ёлка, лесной аромат, Рядом с ней здесь пальмы стоят. Сабай, сабай, расслабься и получай удовольствие. Любят говорить в Таиланде. Ммм, пахнет. Удается не сразу, но потом и обеды на рынках не пугают. И готов фрукты дегустировать самые экзотические. Ох уж эти фруктовые развалы! Мне, пожалуйста, это. И еще вот это. И это тоже давайте. Набрали фруктов, несколько килограммов вышло 300 бат. Это по нынешнему курсу где-то 580 рублей. Ну, не дешево, я скажу. Если честно, мне кажется, где-то нам что-то не так посчитали. Но будем надеяться на честность. Ладно, пусть будет за съемку. Хотя, скорее всего, мне показалось. В целом, тайцы не склонны обманывать и даже с удовольствием снижают цену, если торговаться. А сейчас в нашем ролике настал момент, когда я буду есть. Точнее, дегустировать всяческие местные экзотические фрукты. И для этого мне понадобится буклет, в котором нарисованы все перечисленные на тарелке фрукты. Интернет, потому что не все фрукты перечислены в этом буклете. Салфетки, нож, ложка, тарелка. Ну что, приступим? Это лонг конг. Едят его в свежем виде. Пишут, что главное не надкусить косточку, потому что она горькая. Попробуем, что это. Чистится легко. Ну вот, какой-то чесночок. Вкусненький, такой кисленький. Весьма насыщенный вкус. Ну, можно даже доесть. Вот этот похож на предыдущий, но это другое. Ланган написано в этом буклете, что тайцы особенно его любят. Нечто полупрозрачное. Запах странный. Напоминаю третьку. Так, пришло время волосатика. Это рамбутан. Говорят, что это именно тайский фрукт, и он растет именно в Таиланде. Этот гораздо вкуснее, чем ланган. Он не похож на редьку хотя бы. Кисленький даже немножко. И сладкий. Ух, колючий такой. Так, ножом. Может, я его не буду есть? Я все еще сомневаюсь. Это просто ядерный вкус. Пожалуй, нет. Надо все это запить. Такой исключительно тайский напиток, кокос. Его продают практически везде. Стоит от 35 до 50. Ну, и больше бат. Очень освежающий напиток. Мне нравится. Такой легкий на вкус. С водичкой, с небольшой кислинкой. Ну, и характерным таким кокосовым ароматом. А еще кокос очень полезный. Ура! Следующий у нас мангостин. Наконец-то что-то вкусненькое. Я его уже пробовала. Но вот хочется попробовать еще тайский вариант. Местные как-то открывают его, нажимают. О, получилось. Очень вкусный. Очень сладкий. Хлебное дерево. Мы не стали покупать всю эту огромную штуку. Купили уже порезанные плоды. Но запах, честно говоря, не очень. Какая-то мочалка. Ой, что же они все так пахнут-то? Не очень. Вкус такой сушеной груши. Следующая у нас будет шишечка. Называется это яблоко. Сладенькая. Еще один плод, который тоже называется яблоко. Розовое яблоко. Очень много зуба. В жару. Охлажденная прям супер. Его можно есть и пить одновременно. Это дракон-фрукт. Какой красивый. Класс. Я хотела именно такой попробовать, потому что есть с белой мякотью внутри. Да, очень вкусный. Ну, может быть, он понравится не всем, потому что тоже вкусный не особенно выраженный. Но такой характерный. Очень много семечек здесь. Хорошо для желудка. Карамбала тоже продается в московских магазинах. Если ее срезать, то будет напоминать звездочку. Немножко сладковатая. Очень сочная. Вот эта спелая, наверное. Класс. Внешний вид маракуйи здесь может немножко испугать. Она такая вся пожмаканная. Сморщинистая. Но... Ой, когда ее режешь, уже чувствуется запах. Потрясающий просто. О, просто... Спелые фрукты, это все-таки спелые фрукты. На десерт у нас тайский манго, белый, который стоит там 300 рублей в московских магазинах. А здесь продается гораздо дешевле. 60 бат за килограмм где-то. Смотрите, какой цвет просто. Пахнет. Ну, это вот просто манго, который никогда не попробуешь в Москве. Не покупайте в Москве манго. Приезжайте в Таиланд и здесь их ешьте. Настало время открыток. Из Таиланда я решила отправить три карточки. И полетят они в Мурманск, в Белгород и в Москву. Открытки из моих путешествий получают подписчики страницы в Инстаграм. Каждый раз перед тем, как куда-то отправиться, я пишу такую небольшую загадочку. И те, кто первыми угадают, куда же бежит мой путь, те и получают такие открытки. Но так как за границу все-таки мы попадаем нечасто, я решила, что одной открытки будет маловато. Это хороший повод для того, чтобы поздравить с наступающим Новым Годом как можно больше людей. Подписывайтесь на мою страничку в Инстаграме, Хаус ТВ. Вы сейчас видите на своем экране, как это все пишется. И, возможно, следующая открытка полетит к вам. А мне остается надеяться, что тайская почта нас не подведет. В Таиланде заканчивается 2559 год. Да, эта удивительная страна в каком-то смысле позволяет побывать в будущем. В том будущем, где мы счастливые и живем по принципу Сабай-Сабай. Так же быстро, как в стране улыбок расцветает утром и темнеет вечером, это путешествие заканчивается. Такая яркая, теплая вспышка в середине декабря. В Гукет готовится встречать Рождество и Новый Год. Ну а нам пора отправляться домой. Летим в Москву в снежную зимнюю на санях с соленьями и сантой. Субтитры создавал DimaTorzok